Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня это «Громадская на русском», первая передача в украинском телевидении, сделанная специально для русскоязычной аудитории по всему миру. Сегодня ее буду вести я, Иван Яковина, и моя напарница Кристина Бердинских. Здравствуй, Кристина. Привет. Да, и сегодня наш эфир будет посвящен в основном выборам, которые состоялись в минувшее воскресенье. Будем говорить о новых людях в парламенте, о том, как будет формироваться коалиция и правительство, и, собственно, о реформах, которые будет осуществлять новое правительство. И сейчас, по последним подсчетам, в Раду проходят шесть политсил. Это президентский блок Петра Порошенко, это Народный фронт Арсения Яценюка, премьер-министра, это оппозиционный блок, который состоит в основном из бывших регионалов. Третье место занимает Самопомич, политическая сила, которую возглавляет мэр Львова, хотя он и на 50-м там месте. И еще две политсилы, это радикальная партия Олега Лешко и Батькивщина Юлии Тимошенко. Да, вот, кстати сказать, одним из сюрпризов этой кампании, результатов этой кампании стал неожиданный успех никому ранее неизвестной партии Самопомощь, львовского мэра Андрея Садового. Мои коллеги и друзья в Москве забросали мне вопросами о том, что это за партия, чего она хочет, с кого она состоит. И я думаю, что было бы небезынтересно посмотреть на то, что это за люди. И сейчас я попрошу редакторов поставить небольшой сюжет на эту тему. Життя прекрасно. Водоповеденности все больше и больше. Нет, цифры скажи. Цифры нема, есть тонны вводоповеденности. А впечатления? В впечатления того, что все больше сложнее, только на самом деле начинается. Прийдет весна, и вся самопомощь у всех гнездов выйдет, и каждый посадит по три дерева минимум. И по одному чиновнику. И по одному. Нет, это раньше. Я сегодня просто перший маю день, когда я могу побачить себя со своей старшей женькой. И поэтому мы спочатку сошли книгарню. А когда она узнала, что тут поди Катя Осадча, вона сказала, «А вы здесь в статусе прихильника?» Нет, я просто зашел, повзехал и все. Политическая партия объединения «Самопомощь» 13 партий. Я понял, что все доброе, что было все. Он думал 12 партий, получилось 13 партий. А я вгадал. Те, что вы сейчас видите, это результат величезной работы, команды людей. Это результат величезного натхнения, который нам дали миллионы людей, с которыми мы встретились, с которыми мы поговорили, с которыми мы потисли руки и взяли величезные обязательства. Этот результат, это общая победа, означает и общая ответственность за будущий парламент. Пока шла война, люди отставили в сторону свои требования, которые предъявлялись во время Майдана. России не нужен Донбасс. России не нужна сильная, независимая, свободная Украина. Сейчас очень многие спрашивают, что делать на Донбассе, каким образом остановить войну, как предотвратить расползание сепаратизма. Ответ очень простой. Необходимо задействовать местное население. Первая деятельность в новом парламенте – это инициирование и снижение депутатской недоторганности. Это будет первая вещь, которую мы возьмем и сделаем. Каждый из членов самопомощи, который пришел к парламенту, после поступления в Раду, сразу вернется к Верховной Раде с проханием сняти депутатскую недоторганность сепаратизма. Мы сейчас работаем на перспективу. Мы понимаем, что систему изменить за несколько шагов не получится. В общем, для тех, кто не понимает украинского языка, могу сказать, что люди в основном радовали своей победе, обещали, хвалили себя, говорили, какие они классные, и обещали сделать все возможное для того, чтобы страна зацвела и стала прекрасной пуще прежнего. В общем, состав Верховной Рады существенно изменился. Многие известные, в прошлом могущественные люди не попали в Верховную Раду. В частности, там не оказалось коммунистов, которые там заседали уже 23 года с самого момента образования Украины как независимого государства. Тем временем, святое место пусто не бывает, сразу несколько партий, блоков и предвыборных объединений, они провели в Верховную Раду новое поколение людей. И двумя группами, очень отчетливо выделяющимися из общей массы, стали в этот раз люди, которые воевали на Донбассе, воевали за независимость и целостность страны. Это представители добровольческих батальонов и командир батальонов, и простые бойцы батальонов, а также молодые гражданские активисты, журналисты с хорошей репутацией, которые прошли Верховную Раду. Кстати, и те, и другие прошли Верховную Раду с лозунгом, под лозунгом, что мы собираемся контролировать власть изнутри. Да, и вот как именно контролировать власть изнутри, мы будем говорить сегодня с двумя нашими гостями. Это Игорь Луценко, гражданский активист, а теперь кандидат в народные депутаты и уже без пяти минут народный кандидат, я так думаю, от партии Батьковщина. И Андрей Тетирук, это комбат батальона «Миротворец». И, наверное, пожалуй, Андрей, начнем с вас. Добрый вечер вам всем, кто нас смотрит. Да, да, да. Андрей, не знаю, как отнесетесь вы к этому вопросу, но это первый вопрос, который у меня возникает. Я слышала о вас очень много хорошего, от ваших соратников, с людьми, которыми вы воевали. Но почему вы сейчас не на передовой, а идете в Верховную Раду? Вам не кажется, что ваше место все-таки на передовой? Война-то не закончилась еще, в общем, да, война продолжается. Очень распространенный вопрос, он волнует очень многих, причем многие вкладывают в него совершенно разный смысл. Одни говорят, раз ты назвался комбатом, воюй до победного конца, не вылазь из окопов, пока не наступит 18 часов дня после войны. Другие вкладывают в этот смысл угрозу своей личной безопасности. Это как раз та категория людей, которые опасаются новых и, скажем так, неконтролируемых людей в Верховной Раде. И первый, и второй случаи вполне объяснимы с точки зрения людской психологии. Конечно же, я в свое время назвался груздем по леску завод и был на фронте. Действительно, я видел, что мое присутствие там совершенно необходимо, потому что я обладаю достаточными навыками, у меня было достаточно друзей, которые хотели и пошли за мной, и мы приносили практическую пользу на передовой. В то же время мы видели, что у нас за спинами продолжает твориться та же самая ситуация, которая развивалась 23 года. Мы видели, что тот состав Верховной Рады, который присутствовал на сегодняшний день, он практически не работоспособен. Ни коммунисты, ни регионалы не присутствуют на заседаниях Верховной Рады. Тем самым они самоустранились от исполнения обязанностей народных депутатов, на которые их, собственно, и делегировали их избиратели. То есть это, помимо любых других моральных каких-то принципов, это все-таки предательство своих избирателей, которые им в очередной раз почему-то оказывают тот квотом доверия, который... Ну, коммунистам уже... Да, то есть, понимаете, незаменимых людей не бывает. Ну, почему вы сами пошли, почему вы не делегировали какого-то своего заместителя или какого-то человека, которому доверяете? Ведь фактически с вашим уходом батальон оказался обезглавлен в каком-то смысле. Понимаете, предложение делалось непосредственно мне. Это как раз та зона ответственности, за которую я могу отвечать лично. Делали предложение мне, я же не сделал экивок в другую сторону. Поищите комбатов, извините, много, я на пенсии, правильно или нет? Почему на пенсии? У меня дело, у меня бой, у меня война. Нет, ну я был на пенсии, когда меня приглашали на комбата. То есть я говорю, я не отмазывался, я принял ту ответственность, которую... И тот уровень доверия, который мне оказывали, я ответил на этот уровень доверия. Точно такой же уровень доверия был оказан мне именно как личности, понимаете? Это не та работа, которую можно взять и доверить кому-то еще. То есть люди видят, что я делаю, мой образ мышления, мой образ действий. И вполне очевидно, что он соответствует определенной идеологии этой политической силы, которая меня пригласила. И так как у нас, допустим, практически идентичные взгляды на то, что нужно делать в нашей стране, я, конечно, дал от согласия, ответил. И поменялась ситуация в том, что я не командир батальона, а кандидат народного депутата и без пяти минут народного депутата. Вы собираетесь работать в Верховной Раде, вы не собираетесь... Вот сейчас сформирована Рада, которая, в принципе, отвечает, как я понимаю, вашим чаяниям. То есть вы не собираетесь бросать Раду и сейчас возвращаться в свой батальон? Ну, я уже практически не могу этого сделать, так как выбор сделан, жребий брошен. И я, собственно, уже на процедуре оформления и принятия присяги, я к этому пути точно так же готов, как и все остальные. В этой связи к Игорю вопросу, Игорь, вы полгода назад избрались в Киевский городской совет. Не прошло полгода, а вы уже в Верховную Раду. Чем это объяснить? Объяснить так, что в 2012 году я выбирался в Верховную Раду. С той же киевской программой, с которой я, по сути, избирался в Киевский местный совет. Проблема с Киевом в том, что он лишен самоуправления, и управляется с центрального уровня, то есть с Верховной Рады, с Кабмина и тому подобных институций. То есть нужно менять законодательство. А потом, честно говоря, мне было бы интересно, поменяв законодательство и получив нормальное самоуправление в Киеве, мне было бы интересно и продуктивнее работать именно у депутата. Но сейчас не могу работать... Поменять к депутатам Киевского? Местного совета. Местного совета, да, да. Сейчас адекватной какой-то работы там невозможно. Даже Кличко жалуется, что у него нет полномочий, чтобы останавливать незаконные строительства, например. Ну нет, мы не можем, как являния, ничего с этим сделать. Решил какой-то центральный чиновник и так далее. Все. Поэтому, ну, эффективнее контролировать сейчас и что-то изменять можно как раз из Верховной Рады. То есть я, честно, не скрываю, что у меня там мерзкие амбиции на Киев. И как некий этап в пути, в Верховной Раде нужно... То есть я правильно понимаю, вы собираетесь поменять законодательство в Верховной Раде с тем, чтобы потом на подготовленную почву вернуться в Киев? Ну, дальше заниматься Киевом, да. У меня вопрос к вам двоим. Когда вас брали в список? Какие вам условия ставили? Потому что, ну, не секрет, что вот эти партии немножко спекулируют на новых лицах, да. Есть запрос на новые лица, на людей с отличной репутацией. И за счет них проводят огромную часть людей, у которых репутация намного хуже, чем у вас. И насколько вы свободны будете в Верховной Раде? Или вы уже там подписали какие-то обязательства, что будете голосовать за все законопроекты? Что будете там хранить молчание, если узнаете о коррупционных схемах? Там не расскажете журналистам ничего. Ну, вот как это было? Начну с себя, потом передам слово своему коллеге. Возможно, для многих это будет звучать кощунственным и непонятным. Но передо мной был просто право выбора. Мне поставили право выбора. Соглашусь ли я усилить команду Народного фронта? Ни одного условия, я вот держу руки на столе и даю слово, что ни одного условия мне никто не ставил. Мне дали возможность дальше продолжать свою работу, которую я вот начал на фронте, в составе, извините за тавтологию, Народного фронта. Ни одного условия я не услышал с той стороны. Ни одного документа, который регламентировал бы мою какую-то деятельность, что я говорю, что я подписываю. Вот на сегодняшний день... То есть возможности давить на вас сейчас нет у руководства Народного фронта? Абсолютно никакой. Вы сами видите, меня многие, вот даже мои друзья начинают спрашивать. Тебе кто-то говорил вот на этом эфире, вот говорить это так, ты же сильно обостряешь ситуацию. Я это чувствую внутреннее убеждение, что нужно сделать именно так, а не как по-другому. И меня просили оказывать поддержку на определенном этапе. Вот этих людей нам вы должны поддержать. Этих людей это кого? Ну то есть кандидаты, которые по мажоритарке шли, я говорю, я с удовольствием скажу, что я готов оказать им доверие со своей стороны, но я не скажу, что я знаю этих людей, потому что я их действительно не знал. То есть это не вопрос моей какой-то внутренней... То есть вы честно скажете, что не знаете? Я их не знаю, я за них рекомендовать не могу и обманывать избирателей не могу. И меня достаточно спокойно восприняли и с меня отошли в сторону. То есть на сегодняшний день... Свободный человек. Да. Я абсолютно свободен и в праве действий и словом. Так что, знаете, не поверить, это то же самое. Я когда в Киевраду баллотировался, ну мы проговорили пять часов с Гогибером Бондаренко. В тот момент он был депутатом, исполняющим обязанность силовой КМД. Причем мы не говорили о киевском программе, мы говорили вообще о жизни. И так мы по итогам этой беседы мы как бы договорились, что мы идем в Киевраду вместе. Десять минут, меньше гораздо, то есть уже процесс убыстряется. Мы говорили с Юлией Владимировной Тимошенко на тему наших общих взглядов на военную ситуацию на Востоке. После этого мы договорились, что я пойду третьим номером в списке. Каких-либо условий нет. То есть я считаю, что если, допустим, я на 90% разделяю партийные программы, то это хорошо. А что за 10%? Что за 10%? Подожди, подожди. Ну ладно. 10%? Главные принципы и какое-то новое качество политики. То есть та корпоративная культура, которая у нас царила, до сих пор еще царит во фракции в Киевраде, она в принципе меня абсолютно устраивает. Она абсолютно прозрачная, демократичная, никто никому ничего не навязывает. То есть единственное пожелание, это указывать, когда ты начинаешь говорить, Игорь Луценко, фракция Батьковщина. Я помню, такая демократичность довела в предыдущий раз до такого явления, как тушки. Это когда депутаты бегали из одной фракции в другую, когда им платили больше. Ну это вопрос уже морали, то есть я считаю, что это недопустимо. Мы все-таки при этом должны делать кардинальное различие между, допустим, мной и теми, кто избирался и потом стал тушками. Все-таки мы знаем, что определенная часть депутатов платила за места или когда избирались, тратили определенные суммы денег. Я же абсолютно свободен от этих каких-либо финансовых обязательств перед кем бы то ни было. Поэтому искать какую-то выгоду на стороне, это абсолютно лишено смысла и практически исключено с моей стороны. У нас передача ориентирована не только на украинскую публику, а на внешний мир, в общем тоже на тех людей, кто говорит по-русски за границей, потому что долгое время не было информации достоверной из Украины на русском языке. Я вот поэтому хотел бы узнать ваше отношение к тому, как надо выстраивать отношения с Россией. Но сначала я хотел бы, чтобы нам показали небольшое видео. Это фрагмент обращения Игоря к россиянам, которое было записано во время Майдана, сразу после Майдана, если я правильно понимаю, да? Можно видео, пожалуйста? Майдан никогда не был чем-то антирусским, антироссийским, чем-то тем, что вы привыкли, наверное, считать бандеровщиной. Это была очень простая вещь. Это было восстание нормальных людей против ментов и против бандитов. Абсолютно таких же ментов и бандитов, которые правят сейчас Россией. Мы абсолютно солидарны с вашей борьбой за ваше собственное человеческое достоинство, за вашу свободу. И мы в этом плане, безусловно, являемся единой нацией. Спасибо, удачи вам и удачи нам. Итак, как строить отношения с Россией, если можно коротко, потому что мы уже выбиваемся немного из России. Действительно, мы утратили очень большой промежуток времени, отгородившись какой-то идеологическим барьером от россиян. Мы видели, что часть россиян пришла к нам с оружием, часть россиян поддерживала ввод в войск российских. И мы пытались с помощью личных контактов друзей и родственников, живущих в России, объяснить эту ситуацию, но нас практически не слышали. И в большинстве случаев это все заканчивалось обрывом контактов. И мы просто перестали объяснять ситуацию, почему у нас так все происходит. И мы видим, что в подавляющем большинстве для России это просто какой-то назойливый раздражающий фактор, который льется через телеэкраны. Вот Украина сделала то, вот Украина сожрала младенцев, вот Украина разрушила то, вот Украина сожрала еще одного младенца. И это постоянный стрессовый фактор, какой-то все-таки раздражающий для них. Мы должны больше объяснять, почему мы это делаем, что мы не фашисты, что мы не хунта киевская, потому что они иначе к нам не обращаются. Они считают, что вот киевская хунта, они даже не могут подобрать любого другого слова при обращении к украинцам. Это очень плохо на энергетическом уровне, в первую очередь для них, потому что они не понимают, что происходит. Мы 22 года были друзьями, соседями и братьями, а потом вот такими передачами, как вы, вот слава богу, она вышла, эта передача сегодня на русском языке, возможно, кто-то посмотрит и задумается. Начнет искать больше альтернативной информации, как в интернете, так и с помощью последующих выпусков и будет менять свое представление об Украине. Они знали, что Украина это совершенно замечательные люди, многие имеют друзей, многие поддерживают контакты деловые или дружеские. И тут бум, мы все стали хунтой, фашистами, укропами и прочей нечистью, которая у них практически 23 часа в сутки льется там с экранов. То есть это ненормально, это надо менять в обязательном порядке. Объяснять и разъяснять, повторять и разъяснять. И так пока они не поймут, потому что это катастрофическая ситуация. Да, и спасибо, что пришли к нам. Игорь, ну скажите, ваш рецепт буквально тоже в двух словах. Ну, из мира, я считаю, что Украина, это, пожалуй, какой-то шанс на спасение России, и Украина должна это понимать, что она несет миссию, что она может сделать реально мир лучше, исправив ситуацию в России, которая сейчас диктатура, отсутствие свободы слова и тому подобного. Мы имеем такой шанс, благодаря тому, что мы знаем русский язык, вот мы сейчас разговариваем хорошо на нем. И мы несем некий тоже сродный культурный код, и мы можем объяснить некоторые вещи россиянам. Вот еще, что американцы не могут, немцы не могут и так далее. Мы можем эти вещи объяснить. И, по сути, таким образом можем поддерживать все позитивное, что есть в России. То есть, если я правильно обобщу ваши обоих сказания, главное как-то расширять коммуникацию, да, не отгородность? Обязательно порядок. Украинцам надо понимать, что они тоже должны произвести культурную экспансию в России. Да, да, да. А не просто так защищаться, нет, мы не бандеровцы. Мы бандеровцы, а что такое бандеровцы? Спасибо еще раз, что вы к нам пришли в студию. Приглашайте, будем приходить. Спасибо вам за вашу работу. Да, да. Громадское на русском. Короче, мы приняли решение, хватит уже просто жить и говорить по-русски. Надо жить и говорить по-русски для тех, кто не знает правду про Украину. И мы этим будем заниматься. С вами были Екатерина Сергеевского и Александр Николаевского. Незримо присутствовал Тимур Альцкий. Слава Украине! Громадское. Где? Везде. Слава Украине! Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 году они поняли что это возможно последний шанс единственный последний шанс уйти вернуться в европейскую цивилизационную орбиту я думаю что они понимали ну то что мы сейчас общаемся с польскими политиками не говорит мы понимали что у нас окно возможностей ограничено то есть мы понимали это где-то 15-20 лет за которой нам надо сделать максимум у нас такого понимания не было но сейчас как бы появляется но все-таки если реформы еще не начались тогда ну по серьезному структурные реформы глубинной реформой преобразование изменения тогда ну еще не 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 привыкло так как так как других печально если честно ну на самом деле поляки тоже это говорят что ну почему 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 говорю очень просто если бы понимаете если бы мы так быстро двигались как вы мы назывались бы польшей они украиной то есть правильно другая страна по размерам по истории ну и собственно говоря я кстати вектор и направление у нас правильное я думаю что все будут все двигаются в этом направлении россия будет двигаться в этом направлении тоже и другие страны даже в этой и в этой орбите просто надо будет время то что это большая страна сложная история вот как-то раз недавно как не там летом насколько я понимаю в эфире громадского вы уже объявили какие первоочередные реформы вам не удалось осуществить в качестве министра может быть у нас готово видео на эту тему а мы могли бы посмотреть если можно есть видео видео пока нету да ну пока нет видео я вам рассказать о том что удалось сделать давайте потом видео будет о том что не удалось сделать удалось сделать закон про госзакупки новый чистый без коррупционной который писался в министерстве вместе с очень активным таком таком участие общественных активистов кстати включая виталия шабунина который был я думаю что есть собственного списке гормонянская позиция поэтому я немножко тоскую о том что он самая не будет в парламенте до два закона которые лежали на полке долго закон про станартизацию метрологию соответственно 2 и 5 лет они лежали на полке они они технические их сложно как бы даже объяснить и сложно понять но они очень важны для гармонизации технического регулирования украины с миром в частности я бы сказал бы первую очередь с европейским союзом а почему они так долго лежали на полке раньше потому что они фактически д национализирует эту отрасль то есть если раньше но был гос стандарт убивают государственное регулирование это избыточное в этой сфере да 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 то есть под ну и уже под сам конец уже моему пребывания на на должности мы все таки все вместе уже удалось протолкнуть решение о кардинальном сокращении органов контролирующих наполовину то есть под министерством инспекция по регулированию цен была ликвидирована технические детали как это может быть да ну то есть это в общем в общем снижено государственное давление на экономику регулирования по критикуйте себя тоже вот что где не доработали что не удалось что лежит что не успели может что лежит что лежит готова и что можно внедрять дальше во первых это концепция изменения налогового кодекса там есть несколько предложений в том числе предложение министерства экономического развития второе это предложение по дорегуляции которые но на украинском языке есть на сайте easy business in way там 150 инициатив приоритизированы из тысячи которые должны просто облегчить проведение бизнесов в стране и удешивить его и третье это реорганизация самого министерства потому что на самом деле но это 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 все еще советская машина остаток госплана который нужно довольно глубинно глубоко шансы есть как вы думаете реформирование до вне сомнения ну конечно потому что без без этих вещей просто реформ не будет ну там реформа министерства немножко другое дело но в принципе вот эти первые две вещи они по ней они очень важны она потянет все остальное тоже светлое будущее можно все таки например полгода назад сейчас полгода спустя легче стало вести бизнес в украине или нет вот самое главное то что например отличает нас от поляков где все-таки основу экономики составляет до малый средний бизнес а у нас только там 10 процентов ввп ну к сожалению нет и это собственно тоже стану такой вот фон для моей отставки потому что на самом деле там не деле назначение заместителя это был как бы такой триггер фон был все таки в том что я получал все больше и больше сигналов от бизнеса и в первую очередь малого бизнеса что работать становится даже сложнее чем было раньше но сложнее в чем ну опять давление контролирующих органов работа с фискальными службами общее зарегулирование и ну и другие вещи и поскольку многие из этих вещей не находятся в ведении в министерстве экономики собственно даже не было полномочий полностью как бы сделать то что то что можно для того что и нужно для того чтобы бизнес велся легче в украине ну что ж спасибо вам большое что вы нашли время и отдельно спасибо опять же за русский язык я так понимаю что у вас родной украинский и я надеюсь что власть послушает и к чему-то хотя бы прислушать очень хотят да особенно по поводу бизнеса хочу чтобы его вести легче спасибо вам спасибо вам у нас следующий гость будет собственно он уже есть представитель власти да он уже с нами тут пришел и мы сейчас подробно поговорим о тех реформах которые необходимо привести в провести в жизни в украине чтобы все работало как надо и у нас кажется есть небольшое видео которое представили представила боеву аудиторию реформы мушать рухать и реформы повинны сменивать икраину и это конкретные дии конкретные направления которые должны происходить в которых должны происходить то есть мы должны видеть рух система кількість бажаючих змінити з боку державною влада службовців вся иерархия не так багато тобто что мы делимся на співвідношение то 99% населення хочет змин але я велика держслужба яка 99% не дуже хочет изменить потому что сама держслужба тоже хочет змин но и дома да вновь но сручным так вот все комфортно ай-то досить процесс на организации процесс на организации не предбачай результаты и у нас в эфире уже следующий гость это дмитрий шинків заместитель главы администрации президента спасибо что в этот вечер с нами и наверное начну я с вопроса сейчас говорят о стратегии 2020 я так понимаю это чуть ли не основной документ вокруг которого и будет даже формироваться коалиция то есть будет обсуждаться каким образом воплощать его в жизнь партии предложить предлагать будут свои изменения и таким образом как-то объединяться но вот открыли мы этот документ не документа как бы презентацию презентацию до стратегии 2020 60 реформ это получается на ближайшие шесть лет 10 реформ в год ну как-то немножко популизма пах пахивает вам не кажется что такой темп нереален возможно следует сконцентрироваться на трех вещах но которые действительно качественно изменят жизнь нашей стране а не расписывать 60 красивых направлений которые очень трудно в такой короткий срок воплотить жизнь причем там некоторые реформы как реформы государственных наград и наградительная реформа до реформа кинематографа создания бренда украины ну как бы есть очевидно есть более важная особенно в ближайшие 6 лет они далее это можно на 10 лет То есть вы считаете, что создавать бренд Украины не надо? Нет, его надо, но он сам собой создаться, если будет успешная страна. Сам собой создастся. Если будет успешная страна. Знаете, если мы не будем создавать бренд Украины, он сам собой не создастся. То есть государственная программа по созданию бренда должна быть? Нет, не обязательно государственная программа. Во-первых, мы говорим в стратегии 2020 о новом общественном договоре, в котором совместно участвуют и правительство, и власть, и бизнес, и общество. И поэтому создание имиджа Украина, бренда Украина, это ответственность каждого из нас, включая грамматики ТВ, которые вещают на русском и на английском. Да, да, но все-таки 60 реформ за 6 лет. Как? Смотрите, когда вы ремонтируете дом или квартиру, к вам приходят строители и говорят, вот нужно сделать такой список работ. Как правило, нам он не нравится. Мы говорим, а можно вот что-то убрать? Можно, но будет другой ремонт. Поэтому мы исходили из того, что мы хотим иметь конечный результат, отвечать требованиям вхождения в Европейский Союз. А для того, чтобы отвечать европейским требованиям вхождения в Союз, то есть это Копенгагенские критерии, мы должны выполнить определенные вещи. И вот список вещей, которые мы должны сделать. Мы, собственно, исходили от результата, который мы хотим достигнуть, и таким образом формировали задачу. Вот, собственно, появился список. Понятно, что теперь вопрос заключается в том, как распределить определенные реформы во времени, что является первоочередными, а какие реформы будут следственными. И что же для вас? Вот прям можно по пунктам, что для вас первое, второе, третье? Легко. Первое – это верховенство права. То есть мы говорим о трех реформах, которые в себе объединяют это. Это антикоррупционное, это обновление власти. То есть это вопрос иллюстрации и антикоррупционные. Определенные инициативы уже... Антикоррупционные реформы, по-моему, еще во времена Наполеона делали, ну что-то как-то все никак. Я имею в виду, ну, каждое новое правительство всегда заявляет, мы будем бороться с коррупцией. Но как-то что-то вот не очень получается. Для чего создаётся там... То есть создано антикоррупционное бюро. Да. Собственно, орган, который занимается следственными действиями против чиновников высшей категории. По законам жанра этот орган вскоре станет самым коррумпированным органом Украины. А почему вы так думаете? Потому что всегда контролирующие органы взять, то прокуратуру взять, то суды взять, то еще что-то... Прокуратуру забрали общий надзор. Ну хорошо. Я имею в виду вообще, в принципе, те, кто следит над теми, кто следит... То есть я хочу... Вы хотите мне сказать, что ваш главный редактор, самый коррупционный человек в громадском ТВ? Нет, ну... У нас тут частная лавочка, что называется, да? Ну он тоже следит за выполнением ваших работ. Да. Он следит, но я его не могу коррумпировать, потому что... Иван, ну давай мы второе и третье послушаем. Ну давай, да. Да. Второе это судебная реформа. То есть реформа судоченства или судебная реформа. Судопроизводство. Судопроизводство. Третье это правоохранительные органы. То есть эти три вещи, то есть антикоррупция, судебная реформа и... Они параллельно или поочередно? Они параллельно. Они должны быть параллельно происходить, потому что они вместе меняют, в общем-то, систему верховенства права в государстве. И это является критерием, на который обращают граждане, бизнес, ну и, собственно, власть, инвесторы, международное сообщество. Вот, собственно, это первично. А у вас есть какая-то модель, как вы будете ориентироваться на кого, чтобы люди думали, ну вот у нас будет как в Польше, или как в Грузии, или как в Сингапуре, или где-то? Ну вот на что это должно стать похоже? Ну, во-первых, мы смотрим... Если мы говорим про охранительные органы, мы смотрим на европейскую систему, европейские модели. Если мы говорим о судебной системе, то здесь мы говорим в первую очередь о изменении кадрового состава и подхода, как бы, меняя, как бы, естество судопроизводства. Потому что сегодня оно коррумпировано ужасно, и нам нужно сформировать совершенно новый судейский корпус, совершенно с новыми принципами. Но именно для этого создана национальная рада по вопросам судебной реформы. Ее возглавает Алексей Филатов, человек с огромнейшим опытом и пониманием, что необходимо изменить в судебной системе. Если говорить антикоррупционное, мы смотрим на опыт Грузии, мы смотрим на опыт Сингапура, мы смотрим на опыт европейских стран. Мы смотрели, изучали очень много разных точек зрения и форм организации антикоррупционных подходов. Есть польская модель, она очень близка к нашей. Задача заключается в том, что должны быть следственные органы, должна быть превентивная структура, и также должно быть законодательные институции, которые плюс под президентом формирование политики. Подождите, подождите, смотрите, но вот остается все равно человеческий фактор, да, вот только что даже нам Павло говорит, что ему там заместителя навязывали, ну, все, то есть это все то, что вот эти мелочи... Это не коррупция? Нет, я не говорю, я не коррупция, я не коррупция, я говорю о качестве государственного управления. Это четвертое? Да, да, но так же самое там взаимодействие, вот сейчас там, наверняка новый Кабмин будет инициировать реформы, он будет, как вы будете взаимодействовать, и я читала сегодня такую информацию, не знаю, правда или нет, что чуть ли не все законопроекты, которые будут исходить от новой коалиции, должны будут проходить в том числе через администрацию президента. То есть вы чуть ли не будете главным контролером по реформам, так ли это? Смотрите, сейчас вы цитируете неизвестный источник «Украинская правда». Вы известный источник, скажите. Смотрите, я команда, которая работала в администрации президента над тем, чтобы создать проект коалиционного соглашения, который бы в тебя включал вопросы и управления коалицией, как работает коалиция, а также очень детальный перечень реформ, не только перечень, а конкретных шагов, которые должно сделать коалиционное правительство. Каких конкретных шагов должна сделать коалиция Верховной Рады для того, чтобы конкретные реформы с пониманием конкретных действий происходили в кратчайшее время? Собственно, это и является предметом коалиционного соглашения. Собственно, потому что мы брали за основу примеры, которые существуют в Великобритании, брали за основу примеры, которые существуют в Германии и других европейских странах, где очень четко прописываются конкретные действия, за которые должна отвечать коалиция. При этом, почему я сейчас не комментирую те или иные заявления, потому что, во-первых, а, это заявление очень сильно вырвано из контекста, это раз. Второе, различные разделы и пункты проекта коалиционного соглашения сейчас обсуждаются перспективными партиями, которые, возможно, будут формировать коалицию. Может быть, вы нам скажете, когда можно ждать ответа прямого на этот прямой достаточно вопрос? Честно не скажу, я не знаю. Все смотрят. Документ довольно обширный, довольно детальный, с очень четкими фактами, задачами, действиями. Поэтому я бы не хотел сейчас спекулировать эти темы. Я вот, знаете, искренне желаю вам успеха, чтобы наконец-то у нас в стране стартовали реформы. Но, тем не менее, вот когда тоже читаю весь этот перечень, как-то вспоминается эта история с господином Каспикевым, его национальным агентством, где декларировалась тоже перечень конкретных проектов, сроки, чуть ли не кто ответственный. Но за это время мы даже там электричку из Борисполя в Киев так и не смогли построить. Это было во время Януковича. Мне кажется, вы путаете, во-первых, инвестиционные проекты, которые были, национальные проекты агентства, и с конкретным планом реформы, конкретных действий. Возможно, имеет смысл объяснить чуть-чуть. Дело в том, что когда мы говорим о стратегии 2020, это видение, мы говорим о видении страны на 6 лет. Дальше мы переходим на операционный уровень, это уровень планирования, это план стабилизации страны 2015-2017, тот, который от нас ожидают доноры, европейские партнеры. А когда будет этот документ? Этот документ будет готов до 15 декабря и должен будет презентован на донорской конференции. Отвечает, разрабатывает сейчас, возглавляет процесс разработки Владимир Гройсман, вице-премьер. Мы активно с ним сотрудничаем, чтобы подгадать документы. Это часть операционного планирования, трехлетнего планирования, как это делают все европейские страны. А дальше есть тактические действия, которые в себя объединяют конкретные шаги, краткосрочные инициативы, а также основой этого является коалиционное соглашение. Поэтому мы любую реформу должны рассматривать в трех разрезах. В разрезе долгосрочной, потому что определяется реформа, это изменение, переход из одного состояния в другое. Соответственно, мы определяем, это изменение сегодня начато, оно нас ведет в сторону Европы, потому что микрошаги могут нас вести в сторону России, чего мы не хотим вообще. Поэтому мы должны понимать, что те первые тактические шаги в рамках операционного плана, они нас ведут к нашей стратегической цели. Я понимаю, что это, возможно, сложно и слишком заумно, но, простите, это такое... Давайте, знаете, попроще это все сделаем. Когда ждать результатов, скажите нам? Каких? Вот три реформы, правоохранительная, судебная и административная, как я понял, да, это... Давайте смотреть, через год, через два, через три... Берем, например, вопрос децентрализации, да? То есть, если мы начинаем внедрять концепцию, которая принята в апреле этого года, это принимают первые законы Новой Радой, и сразу же мы имеем возможность в начале следующего года начать процесс... Но для децентрализации нужно конституционное большинство, да? Конечно, конечно, должно быть большинство, должна быть... А идея в чем заключается? Это передача полномочий громадам. Объединение, вообще, ну как это? Как громада по-русски? Община, 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 да, община, да. Вот, бачите, в украинске егромада, да? А в России... Хорошо. Так вот децентрализация. Извините, пожалуйста. Вот, ну, в начале следующего года. Это сразу означает передача распределения бюджетов, это больше финансовой ответственности, это принятие решений на местах о том, где мы прокладываем... Где, например, в городе Икс прокладываются... Будем асфальтировать или где будем открывать те или иные там... Город Икс, это, наверное, Харьков или Херсон. Ладно. Ну, не важно. С этим все более-менее понятно. Ну вот, и, например, еще пару реформ. Хорошо, смотрим государственное управление. Если мы принимаем закон о изменении госслужбы, соответственно... Просто же, понимаете, мы потом будем контролировать. Вот. Вы будете удивлены... Мы найдем этот эффект... В стратегии 2020 закладывается основа именно контроля. Именно мы хотим, чтобы это было публично и контролировалось. Опять же, само мы хотим, чтобы коалиционное соглашение, которое будет в конечном итоге подписано, все его пункты будут контролироваться, они будут публичные. Поэтому это абсолютно нормальный процесс. Мы не видим ничего удивительного в том, что должен осуществляться контроль над конкретными действиями, которые политики согласились выполнять. Если мы говорим о реформе государственной службы, то сейчас есть закон. Он на прошлой неделе анализировался с Сигмой европейской. Значит, есть выводы, есть внести изменения. Закон принимается в Верхновой и Верховной Раде. После этого мы имеем возможность иметь совершенно другую государственную службу. Мы, во-первых, имеем возможность повысить нормальным людям заработную плату. При этом это все может начаться с 1 января. Опять же, все зависит, если никаких интересных изменений по ходу не будут начинаться вноситься прямо в сессионные зарплаты. Скажите, пожалуйста, я вот очень хочу, наверное, уже один из последних вопросов. Вы хотите, чтобы коалиция была как можно шире или как можно уже, скажем так? То есть вы хотите, чтобы в нее вошли все силы, которые разделяют ваши ценности? Демократические. Скажем так, либо вы хотите, чтобы как можно меньше политических сил, чтобы и проще все было организовано? Я хочу видеть коалицию, которая будет принимать решения и заниматься, собственно, голосованием по реформам. Но это понятно. Нет, но это непонятно. Вы знаете, это не всегда понятно. Либо широкая коалиция... Вопрос заключается, если мы хотим делать реформы, не имеет значения, как бы, размер коалиции. Важен то, что мы действительно делаем эту реформу. Маленькой коалиции, большой коалиции. Важно, чтобы она была. И принимались решения, которые необходимы стране, не затягивались. То же самое касается правительства. Правительство должно принимать решения. Ну вот нынешний премьер устраивает для проведения реформ или нет? Вы меня спрашиваете? Ну да, вам же с реформами работать. Мы посмотрим. У Арсения Петровича есть очень много, как уже мой предыдущий спикер говорил, есть много позитивных качеств. Есть вопросы, которые бы хотелось видеть более активное движение. Например? Например, конкретные... Ну, есть много вопросов, которые необходимо... Ну, как один из примеров. Реформа кабинета министров. Необходимо срочно реформировать регламент кабинета министров, потому что необходимо принимать решения. То, как принимается решение. Тема того, о которой уже говорил Павло Шеремета, это назначение заступников. Это должно быть министров. Это должна быть ответственность министров. Ой, спросите, заместителей министров. Тема заместителей министров, тема руководителей центральных органов власти, которые находятся в вертикале того иного министра, должны быть ответственностью министра. Потому что министр в конечном итоге несет политическую ответственность. Это необходимо менять. Соответственно, дальше необходимо реорганизовывать институции, министерства, сокращать те функции, которые не являются необходимы данному министерству. Соответственно, вот конкретные действия, которые можно делать уже сегодня. Ну, посмотрим. Да. Да, скорее. Мы вас еще позовем обязательно. Обязательно. Да, да, да. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Да, спасибо. До вторника.